Компания Mitsubishi Motors полностью рассекретила обновленный компактный кроссовер Eclipse Cross. Сюрпризов нет, гибридная силовая установка позаимствована у родственного Outlander, освежен дизайн, перенастроена подвеска. Eclipse Cross дебютировал в 2017 году как молодежная модель с достаточно эффектным дизайном, но в его основе лежит старая платформа GS, та же, что у ASX и Outlander, разработанная в середине прошлого десятилетия. Хитом продаж Eclipse Cross не стал ни на одном рынке, в США, например, за первые три квартала этого года продано всего 8775 экземпляров, тогда как концептуально близкий Toyota C-HR разошелся тиражом 33 604 штуки. Эксперты и автолюбители критиковали Eclipse Cross заблеклую управляемость и пугающие крены в поворотах. В Mitsubishi услышали критику, установили новые пружины по кругу и более крупные амортизаторы в задней многорычажной подвеске, теперь кроссовер должен рулиться более точно. Косметических изменений немного, но они позволяют безошибочно идентифицировать обновленную машину. Спереди появились новые двухэтажные фары, верхняя секция стала уже, а нижняя, наоборот, шире. Фальшрадиаторная решетка теперь окрашена в черный цвет и имеет ажурный рисунок. Нижняя губа переднего бампера стала более выразительной. Оформление кормы стало скучнее, ради улучшения обзорности разработчики отказались от двухсекционного заднего стекла, разделенного светодиодной полосой. Единственный запоминающийся элемент в задней части теперь — выпуклая нижняя часть багажной двери, стилизованная под нишу для хранения запаски. В салоне появилась новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и крутилками по краям, причем сам экран теперь расположен ближе к водителю, а тачпад на центральном тоннеле исчез за ненадобностью. Основным двигателем для Eclipse Cross осталась прежняя полтора-литровая бензиновая турбо-четверка, которая в зависимости от рынка выдает от 150 до 163 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте в 250 ньютон-метра. Коробка передач — безальтернативный вариатор с 8 квазиступенями, которыми можно забавляться в ручном режиме, подрулевые лепестки остались. Анонсированная накануне премьеры версия FF в техническом плане оказалась калькой Southlander FF, бывшего в недавнем прошлом самым популярным гибридом в Европе. Силовая установка состоит из 2,4-литрового бензинового атмосферника, 135 лошадиных сил, 211 ньютон-метра, двух тяговых электромоторов, спереди 82 лошадиные силы и сзади 95 сил, планетарной передачей и литий-ионной батареи емкостью 13,8 киловатт-час. Максимальная совокупная мощность системы — 224 лошадиные силы. Электрический запас хода на одной зарядке — 54 километра. Благодаря отдельному пристыкованному к ДВС-генератору на 66 киловатт полностью зарядить батарею можно и без розетки, собственно, это едва ли не главное преимущество гибридной схемы Mitsubishi. Батарею Eclipse CrossFF можно использовать для бытовых нужд, например, подключить жилой трейлер. Сообщается, что полностью заряженный и заправленный кроссовер может снабжать энергией домохозяйства в течение 10 дней. Европейских и американских любителей автомобильных путешествий такая особенность могла бы очень заинтересовать, вот только известно, что в США гибридный Eclipse Cross продаваться не будет, а в Европе Mitsubishi вообще более не намерена предлагать новинки, об этом было объявлено летом на презентации нового стратегического плана японской компании. Родная Япония, согласно этому плану, для Mitsubishi тоже теперь не приоритетный рынок. Выходит, что Eclipse CrossFF адресован в основном Австралии и Новой Зеландии. А что в России? В региональном представительстве Mitsubishi нам сообщили, что обновленный Eclipse Cross поступит в продажу в первой половине 2021 года. Дорестайлинговые машины пока есть в наличии у дилеров, диапазон цен от 2 миллионов 50 тысяч до 2 миллионов 396 тысяч рублей. За первую половину этого года Eclipse Cross нашел в нашей стране только 475 покупателей, но возможно с выходом обновленной версии эта цифра заметно улучшится. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.